Всем доброго воскресного утра! Сделайте звук погромче и пододвигайтесь ближе к экранам. Сегодня у нас очень интересная тема – макияж для чувствительных глаз. Если вкратце, то мой совет звучит так – поменьше компактных прессованных текстур и побольше кремовых. Ну и подробнее начнем с макияжа бровей. Для оформления бровей обладательницам чувствительных глаз стоит воспользоваться тушью и фломастером. Их кремовая текстура не будет осыпаться, а значит риск заработать раздражение глаз значительно снижается. У нашей модели Дарьи очень густые, красивые, современные брови. Но если у вас брови очень тонкие, то фломастер – единственное, что вам поможет оформить бровь более современно. Рисуйте, пожалуйста, волоски параллельно коже. Не поднимайте фломастер высоко. Так у вас волоски получатся тонкими, с красивым изгибом. Что касается макияжа глаз. Я уже озвучила это. Предпочтение отдайте кремовым текстурам. Они могут быть матовыми, могут быть сатиновыми, с легким-легким мерцанием. Вы можете наносить их на всю форму глаза и ставить небольшой блик по центру. Но если вы все же отдадите предпочтение компактным теням, ну потому что они для вас привычнее и удобнее, то, пожалуйста, правильно подберите кисть. Кисточки из белки. От них стоит отказаться. Да, они максимально удобны в использовании, но из-за того, что у них очень рыхлые волоски, тени удерживаются плохо, и вы рискуете напылить в глаза. Поэтому отдайте предпочтение кистям из колонка и соболя, либо из пони. У них более гладкий и упругий ворс. Он лучше удерживает сухие текстуры. Соответственно, не так много теней будет осыпаться под глаза и попадать в глаза. Я предпочитаю заполнять чувствительные глаза все-таки кремовыми тенями. Нежного, сливочного, бежевого, песочного оттенка кистью синтетической, которая плотно прилегает к веку. И набирайте на кисточку текстуры побольше для того, чтобы движений было поменьше. Все же чувствительные глаза не любят долгое взаимодействие с подвижным веком. Обратите внимание, оттенки и текстуры в кремовых тенях можно легко миксовать между собой. Чувствительность глаза – не повод отказываться от подведения слизистой. Только делаем это правильно. Берем стойкий карандашик и заполняем слизистую больше между ресниц, для того, чтобы глазная жидкость могла свободно циркулировать и увлажнять ваш глаз. Точно так же обладательницам чувствительных глаз не стоит отказываться от стрелок. Нужно только учесть несколько нюансов. Исключите жидкие подводки и фломастеры, потому что в составе таких текстур есть масла, которые испаряются, создают глянцевую поверхность и, соответственно, могут раздражать слизистую ваших глаз. Туши для глаз – самая интересная тема для беседы. Если у вас чувствительные глаза, проходите мимо всех тушей 5 в 1, 3 в 1. Также избегайте водостойких тушей. Отдайте предпочтение обычной туши – не водостойкой, объемной, либо удлиняющей. Единственное замечание – меняйте ее раз в 2 месяца. Чувствительные глаза – это не повод отказываться от макияжа. Следуйте рекомендациям и будьте всегда красивыми. Субтитры создавал DimaTorzok